ВЕКТОР КОМФОРТА С каждым годом молодеет. Это не комплимент человеку, а ситуация с домом по улице Парижской коммуны в Чебоксарах с 2011 года. Процент износа деревянного строения 60-х годов постройки уменьшился. В чудесах разбирались представители Общероссийского народного фронта и наша съемочная группа. Представители городской администрации, Минстроя Чуваши и Общероссийского народного фронта входят в дом с опаской. Еще бы. Судя по всему, он может сложиться как карточный в любой момент. Самый ужас в нашем доме, что крыши разваливаются. Один прекрасный день мы не просыпаемся. И мы боимся даже подниматься второй этаж. Через щели во внешней стене дома видно улицу. Зимой температура внутри подъезда практически не отличается от той, что снаружи. Обратите внимание на лестницу. Это не обман зрения, не искажение, которое дает оптика наших телекамер. Лестница попросту покосилась. По моим ощущениям, где-то градусов на 20 горизонтали. А вот уже соседний дом. Жители второго этажа ходят по полу, как по минному полю. На некоторые доски наступать нельзя. Можно провалиться к соседям. Скоро тут крыльцо второго этажа тоже к нам упадет. Оно очень разрушенное. Жители этих домов спокойно бы ждали переселения, если бы оно им светило. Дело в том, что строения не вошли в программу по переселению. Дома не признают аварийными. Судя по документам, они вообще молодеют. Так, в октябре 2011 года уровень изношенности дома по адресу улицы Парижской коммуны 16А составлял 69%, а спустя 4 года уменьшился до 64. Об участии чиновников в решении проблемы можно судить и по справке инвентаризации. Специалисты якобы осмотрели и вынесли заключение об изношенности коммунальных систем. Справка составлена по данным технической инвентаризации. Вот 31 декабря 2015 года у нас нет ни горячей воды, соответственно, ни канализации, ничего. У нас стоит газовый котел, который отапливает нижнюю квартиру и верхнюю, соответственно. Это о чем говорит? Это кто вообще подписывает? Это кто вообще такие справки составляет? Дом признается аварийным на основании решения заключения межведомственной комиссии, которая создана при администрации города, а также на основании заключения специализированной экспертизы. Такое обследование мы провели. Есть их заключение. Оно представлено на рассмотрении межведомственной комиссии. Так заключение какое? Пока мы решение вынесли. Это не единственное обращение к представителям Общероссийского народного фронта от жителей, чьи дома ветхие в жизни, но не в документах. Эта история, судя по всему, закончится хэппи-эндом. На сегодняшний день мы принципиально, официально, можно сказать, заключили соглашение с администрацией города и Ленинского района, то, что в течение месяца, это до 20 августа, по всем этим домам будет принято заключение о внесении в реестр аварийного жилья. Что ж, время идет. Это о том, что нужно снести, и теперь о том, что планируется построить. Большое видится на расстоянии, писал Есенин. Вот и члены городостроительного совета решили рассмотреть проект будущей высотки в районе Калининского моста с Волги. Вместе с архитекторами на теплоходе была и наша съемочная группа. Быть 25 этажам или не быть – вот в чем основной вопрос в повестке дня выездного совещания городостроительного совета. Жилой дом на пересечении улицы Калинина и Сергея Радонежского появится. Это вопрос решенный. Если смотреть с Волги, он вырастет чуть правее недостроенного комплекса «Альбатрос». Осталось определиться с его высотой – 25 или 17 этажей. Застройщики, как и инвесторы, считают – чем выше, тем лучше. Специалисты по охране культурного наследия против. Они в шоке даже от тех высоток, которые уже стоят и, по их мнению, портят городские виды. Осталось услышать мнение городских архитекторов. У меня никаких вопросов не вызывает непосредственная конфигурация, посадка этого здания, здание на развилке двух дорог. Но немножко как бы все-таки вызывает сомнения такая вот этажность. Это мое мнение. Я бы сделал не выше 17-18 этажей. То, что поближе к заливу, поближе к заливу, я думаю, тоже вот как-то вот они должны не по высоте, а по театрам спускаться. Значит, вот я в этих тому, что вот это, мне кажется, вот немножко младовато по сравнению вот с этими домами. Они все-таки какая-то сопочиненность должна быть. Поэтому, мне кажется, ближе к истине вот тогда мы понижаем. Вот, как я сказал, где-то 18-18 этажей. Председатель правления Союза архитектора Сергей Лукьянов мнение коллег не разделил, но и проектировщиков не поддержал. Судя по всему, пожалев, что его команде не удалось попробовать силы в этом месте. Я вообще-то склонен, что высотность должна быть в городе. И я не согласен с некоторыми мнениями, что не надо выше 25-ти этажей. Я считаю, что можно и нужно больше, и правильно это все. Единственное, эти здания должны быть очень четко обоснованы. Если это здание здесь, то почему, какая его история и его значимость. Я полагаю, и на этом месте могла бы быть высотность, но здание должно быть исключительно индивидуально, выполнено на конкурсном проекте обязательно. Когда заинтересованные высокоэтажности лица совсем погрустнели и явно не от качки теплохода. Заключительное слово взял главный архитектор Чебоксар и высказал свое весомое «за». Если мы едем по улице Калинина, то получается, вот у нас три высотки появляются, да, там три, ритм такой, три штуки. И потом четвертая как бы ставит точку. И при этом здесь происходит поворот улицы Калинина, и как раз на этом повороте это здание и стоит. Поэтому я вижу градостроительность значительства этого места выше, чем, например, вот это. Градосовет – орган рекомендательный, однако разрешение на строительство будет выдавать город, так что застройщику придется учесть его мнение, отметил Вениамин Мамуткин. А в будущем в Чебоксарах планируется создать документы, где будет четко прописано, в какой зоне города, какой этажности здания можно будет строить. Вот где действительно будут кипеть страсти, но это уже другая история. В продолжение темы жилищного строительства сейчас одна из главных задач в этой сфере – устранение административных барьеров. И Чуваша с ней, судя по всему, справляется. Минстрой России назвал Чувашию среди шести самых эффективных регионов страны по сокращению административных барьеров в строительстве. Вместе с нашей республикой в их число вошли Якутия, Ярославская и Липецкая области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. При оформлении разрешительной документации застройщик собирает довольно-таки большой пакет документов. Рейтинг устанавливает, опять-таки, сокращение сроков, предусмотренных для оформления исхода разрешительной документации. Чувашская республика вошла в данный рейтинг с очень хорошими показателями. И в настоящее время это обусловлено несколькими факторами. В том числе, что, учитывая, что на территории Чувашской республики утверждены как документы территориального планирования, так и документы градостроительного зонирования, которые позволяют потенциальному инвестору, застройщику располагать информации о планированной застраиваемой территории, а также о перспективном градостроительном развитии этой или иной территории. Началом этапа является у нас подача заявлений на выдачу градостроительного плана земельного участка, а завершением является выдача разрешения на строительство. По итогам 2015 года установлено, что данный срок составил 81 день с момента подачи заявлений на выдачу градостроительного плана и до момента выдачи разрешения на строительство. Всего составляет 11 процедур. К 2018 году планируется сократить срок получения разрешения на строительство до 53 дней. Сокращение сроков, прежде всего, влияет на сокращение сроков оформления разрешительной документации, ну и, как следствие, появляется период для строительства и сокращается срок повода объектов эксплуатации. 1 июля увеличились тарифы на услуги ЖКХ. Вместе с этим увеличился и размер субсидий. В Чувашии их получают 18 тысяч семей. Светлана Илларионова в одиночку воспитывает десятерых детей. Пару лет назад она получила 4 квартиры на одном этаже от администрации города. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги ей тоже помогает государство. Как многодетной маме Светлане предоставляются субсидии. Насчет субсидий я хочу сказать, у меня государственная поддержка очень к лицу, конечно, я довольна этим. Получаю я сумму около 8 тысяч, ну 7300-7500 вот приходит такая сумма у меня. Ну, я желаю, конечно, всем насчет субсидий походотайствовать. Рассчитываться на субсидию можно, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов семьи на оплату жилого помещения. Сегодня почти 18 тысяч семей в Чувашии получают такого рода субсидии. Социальная поддержка сегодня заключается в предоставлении субсидий малоимущественным гражданам. Если доля совокупного дохода составляет менее чем 22% от совокупного платежа граждан, то граждане по месту прописки могут обратиться в органы социальной защиты. На сегодня данная выплата осуществляется через Минтруот. В целом на предоставление субсидий в республиканском бюджете заложено 246 миллионов рублей. По итогам первого полугодия из них освоено уже 138. Но, как отметили в правительстве, субсидии получат все нуждающиеся в полном объеме. При необходимости на эти цели выделят дополнительные средства. В сентябре в России пройдет масштабный фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». 3 сентября одна из площадок развернется в Чебоксарах в Лакреевском лесу. В программе «Работа бульвара современных технологий» научно-практическая конференция «Велопробег и флешмоб» будет интересна. Подробнее на сайте Министерства строительства Чувашии. А это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова